Продолжение следует... В принципе, чего угодно, функции многих переменных, которые от этих переменных зависят каким-то произвольным образом, не линейно или квадратично, а любым образом, служит очень мощная программа Минуит, которая не всегда сходу дает правильные ответы. Во-первых, как правило, она работает просто сама по себе, а если она работает, видно, что не совсем так, то можно что-нибудь в ней подкрутить, подстроить и добиться хорошего качества минимизации. То есть Минуит существует, или существовал, по крайней мере, в древнем фортрановском варианте, я им пользовался где-то в 80-е годы. С тех пор я им, честно говоря, не пользовался. Потом он был на С++ переписан. И существует два разных питонских интерфейса к Минуиту, которые называются Пиминуит и Иминуит. Иминуит появился более недавно, и он содержит ряд улучшений, в частности, он содержит красивый вывод результатов вот именно из эпитона. Поэтому я здесь показываю, как применять иминуит. Вот, я сейчас его импортирую. Вот эта вот эпитонская директива на самом деле делает сразу несколько вещей. Она просто импортирует в текущее пространство имен изрядное количество разных имен из НУМПИ и Матплотлиба, которые нам пригодятся, чтобы графики рисовать. Ну и первый пример будет вполне тривиальный. Вот есть функция двух переменных А и Б, которая на самом деле просто какая-то квадратичная форма. Ясно, что квадратичную форму минимизировать можно без всякого Минуита. Это сводится к решению системы линейных уравнений. Но, тем не менее, мы попробуем сделать именно Минуитом. Мы создадим объект, поскольку это мы импортировали, ну, фактически интерфейс к C++-ному классу Минуит. Вот мы создали объект для минимизации функции f. f – это обязательный параметр первый. А дальше стоят параметры, которые, в принципе, не обязательны. Вот такие, типа, ключевые параметры. Имя равно значение. Здесь можно задать какие-то начальные грубые догадки о том, где примерно искать минимум, ну, вот, где примерно находится минимум. В качестве начальных догадок я задал 0 и 0, что видно, что это не есть истинный минимум, но Минуит, исходя из этой исходной точки, найдет настоящий минимум. Итак, дальше идут какие-то, опять же, такие грубые оценочные соображения, какова ошибка этой грубой догадки. Ошибка, будем считать, порядка единицы. На самом деле эта ошибка – это начальное значение шага. То есть Минуит будет сначала ходить шагами порядка вот этой ошибки, потом, когда грубо поймет, куда же надо двигаться, начнет эти шаги дробить, и в конце концов мелкими шагами дойдет до точки истинного минимума. Но если, скажем, у функции есть много минимумов, то от того, какую вы вот эту начальную точку задали, может зависеть, конечно, в какой минимум программа минимизации в конце концов свалится. Она может свалиться не в абсолютный минимум, самый низкий, а в локальный минимум, который на самом деле выше. Ну и, в принципе, можно еще ввести ограничения, чтобы при минимизации не ходить совсем в неразумные области. В общем, здесь все параметры явно порядка единицы. За пределы отрезка минус 10-10 ходить вроде бы не нужно. На самом деле я тут получил предупреждение, что еще один параметр, которого зовут error div, здесь не задан, и поэтому ему присвоено значение по умолчанию единица. Значение по умолчанию единица, в общем-то, годится практически всегда. Ну, просто чтобы уж объяснить этот ворнинг, что такое этот самый error div. Значит, минуит, в общем-то, рассчитан на минимизацию хи-квадрата, поэтому, когда хи-квадрат увеличился на одну единичку, то это уровень по вот этим параметрам, соответствующий одной сигме. Ну и вот этот error div как раз задает, насколько должна увеличиться функция f, чтобы это соответствовало односигмовому уровню отклонения. Ну, то есть, если f – это есть действительно хи-квадрат, то error div должен быть равен единице, это и есть значение по умолчанию. Поэтому можно было бы написать вот здесь еще через запятую error div равно единице, и не получить вот этого предупреждения, но, с другой стороны, это глубоко безразлично. Основной метод минимизации, который там есть, называется ми-град, какой-то метод сопряженных градиентов или что-то в этом роде. Я точно не знаю, как этот алгоритм работает, но, во всяком случае, исходя вот из некой начальной очень грубой догадки, где же есть минимум, он шагами, постепенно уменьшающимися, идёт и ищет настоящий минимум. И вот, поскольку это этот самый иминуид, который рассчитан на красивый интерфейс с эпитоном, он тут основные свои результаты, этот ми-град вывел в виде каких-то красивых табличек. Ну, вот, значение функции в точке минимума равно примерно минус 18 и так далее. Основная вещь, ну, или одна из основных вещей состоит в том, что вот этот самый поле вэлит имеет значение true, то есть этот метод минимизации таки нашёл минимум, если бы он ничего не нашёл, здесь было бы написано false, и было бы это какого-то другого цвета. Ну, а ещё тут какие-то сведения. Вот это вот значение параметров а и b, которые этот метод минимизации нашёл, то есть а примерно равно единице, b примерно равно двойке. На самом деле истинный минимум вот той квадратичной формы, которую я здесь задал, как раз в точке 1, 2. То есть истинная точка минимума – это а равно единице, b равно двойке. Очень неплохо, то есть он лучше, чем три знака после точки минуид нам обеспечил. Вот это вот ошибки этих извлечённых параметров а и b. То есть вот это запись основных результатов в виде красивых табличек. Это результат в виде какого-то тюбла из словарей. В общем, тут на самом деле вся та же самая информация повторяется, и его можно использовать уже из программы, а не для того, чтобы любоваться на табличку HTML. Но с другой стороны, из программы-то удобнее использовать напрямую разные атрибуты и методы вот этого объекта m, объекта минуид. Ну вот m-values – это словарь, который говорит, что значение нашего вот этого параметра а есть, ну, примерно, единичка, а значение параметра b есть примерно двойка. Так, значение функции в точке минимума примерно минус 18. Ну, истинное значение действительно минус 18. m-errors – это аналогичный словарик, который даёт ошибки в этих параметрах а и b. Видно, что ошибки довольно большие, 0,5 примерно. Но на самом деле при вот этой минимизации функции двух параметров мы получили больше информации, потому что ошибки эти скоррелированы. Вот если мы наплюнем на корреляцию, скажем, что значение b нас абсолютно не интересует, нам интересно извлечь а и сказать, какая у него ошибка, то тогда вот в нашу окончательную публикацию физических результатов мы скажем, что а равно 0,9998 плюс-минус 0,5 и так далее. Это будет наш окончательный результат. Но если наш результат состоит в том, чтобы извлечь и а, и b, оба параметра, то мы имеем больше информации, поскольку их ошибки скоррелированы довольно сильно. Вот это вот есть матрица корреляции ошибок, то есть диагональные её элементы – это квадрат ошибки а и квадрат ошибки b, а вот этот недиагональный, матрица симметричная, вот этот недиагональный элемент – это корреляция, среднее значение ошибки а на ошибку b. Ну вот я ещё раз хочу подчеркнуть, что если уж мы минимизируем квадратичную форму, то это стрельба из пушки по воробьям, использовать какой-то метод минимизации общего назначения. Вот эту корреляционную матрицу ошибок можно найти просто обратив матрицу. Вот у нас же здесь была, в общем-то, квадратичная форма, у неё есть матрица, по диагонали у неё 10, 10, а в ней диагональ у неё минус 8 и минус 8, так что этот смешанный член есть минус 16а. Поэтому давайте проверим на всякий случай, что Минуид нам эту матрицу посчитал разумно. Вот я взял матрицу 10, минус 8, минус 8, 10, и просто её обратил средствами нумпи. И получил, в общем-то, ту же самую матрицу, то есть видно, что с точностью так это до 4 где-то знаков после точки, Минуид нам правильно к среднеквадратичной ошибке и корреляцию ошибок выдал. Можно нарисовать контуры в плоскости А, Б, соответствующие одной сигме, двум сигмам, трём сигмам. Если бы мы хотели до 5 сигм, дайте, мы бы здесь 5 написали. Этот метод, МН-контурс, выдаёт какой-то большой, длинный, ну там несколько этих самых массивов нумпишных, которые можно как-то наверняка использовать. Но сейчас в данный момент нас интересуют картинки. Картинки, в общем, довольно грубые, надо сказать. То есть эти контуры Минуид не строит так с очень уж высокой точностью, чтобы тут было много точечек, потому что на самом деле эти контуры есть эллипсы. Эти контуры эллипсы. И видно, что ошибки А и Б довольно сильно скоррелированы для вот этого примера. То есть, например, не может так быть, что А заметно меньше, а Б заметно больше. Вот так вот поперёк двигаться не нельзя. Тут маленькая ошибка в поперечном направлении. А вот в таком продольном направлении она довольно большая. И именно поэтому, если мы на один из параметров наплюнем, то про один параметр Ра мы можем только сказать, что его ошибка – это вот отсюда до сюда, и она большая. Можно вместо вот таких ломаных линий, которые приближают эллипсы, соответствующие 1 сигме, 2 сигмам, 3 сигмам, можно построить цветную картинку, которая это цветами передаёт. То есть вот то, что до 1 сигмы – это какое-то синенькое, то, что от 1 до 2 – это вот это зелёненькое и жёлтенькое, нет, голубое и зелёненькое, а вот жёлтенькое и красное – это там где-то 3 сигма. Ну, теперь будем… Это был пример в этом смысле искусственный. Я просто руками задал некую функцию двух параметров и её минимизировал минуитом. Теперь будем фитировать данные. Ну, подложные, конечно, нереальные данные измерений, но тем не менее. Значит, есть вот знаменитое высказывание, его автора я не знаю, но мне оно очень нравится, которое звучит так, что «дайте мне 3 параметра, я профитирую слона, с 4 параметрами он будет махать хоботом». Так что, когда параметров много, то можно, в общем, профитировать всё, что угодно, но сама форма вот этой функции, естественно, должна быть правильной, соответствующей физике дела. Вот, допустим, вот эта фитирующая функция, которой мы хотим приблизить какой-то набор экспериментальных данных, будет просто прямая, ах плюс б, у неё есть два параметра а и б. Так? Ну, вот, значит, определил я такую функцию от а, б и х. А и б – это параметры, х – это переменные. Теперь я сделаю экспериментальные данные, смоделирую. Допустим, по х точки у меня будут от 0 до 1, с шагом 0,1, то есть их будет 11 штук. Ошибки соответствующих у будут все равны 0,1, ну и соответствующие, так сказать, результаты измерения, смоделированные, будут, соответственно, равны, ну вот, значениям х плюс ошибки у на нормально распределённые случайные величины. Это вот массивчик нормально распределённых случайных величин размера 11. Так? Ну и определим функцию, которая считает хи квадратно. Сколько вот эти вот экспериментальные точки у в массиве у отклоняются от нашей гладкой функции фит, от а, б, х с параметрами а и б. Ну тут как раз это всё очень красиво записывается в обозначениях нумпи. То есть я пишу всё как будто для одной точки. Я пишу y минус вот эта фитирующая функция от а, б и своего аргумента х. Всё это делю на ошибку у, а всё это возвожу в квадрат. Вот. Ну а теперь на самом деле y и x, и dy, кстати, тоже это массивы. Поэтому то, что у меня здесь получилось по обычаям нумпи, представляет собой массив. Я все элементы вот этого получившегося массива суммирую, ну и получаю классическую величину хи квадрат. То есть сумму квадратов отклонения экспериментальных точек от пробной кривой в единицах ошибок измерения. Ну и вот, значит, так и теперь у меня есть вот эта функция хи квадрат. Я хочу её минимизировать. Ну я и тут задал всё примерно то же самое, разве что не задавал жёстких пределов, которых надо держать а и б. Их задавать, в общем-то, как правило, не обязательно. Но если Минуиту вдруг захочется лезть куда-то в очень уж дикую область, то лучше их задать, чтобы он туда не лазил. Так? Ну вот. Теперь, значит, вызываем метод МИГРАД основной. Он нам опять же говорит, что... Что он тут нам говорит? Что он нашёл какие-то значения а и б, какие-то у них есть ошибки. Вэлит действительно true. Ну, в общем, вот... А, значение функции – это хи квадрат. Получалось 7,5. Ну, разумно. У нас было 11 точек, 2 параметра. Разумный хи квадрат. Мог бы даже и побольше немножко быть. Так. Ну ладно. Значит, опять же я могу всё посмотреть. Вот значения а и б. То есть истинные значения а и б были равны единице и нулю. Сколько я начинал с кривой у равно х. Так? То есть это и истинные. А измеренные экспериментально в результате этого фитирования, они... Вот они, 1,1 и минус 0,1. Ошибки я тут почему-то не выписал. Но ошибки, впрочем, вот тут выписаны. Ошибки... Ну, вот они вот такие ошибки. Порядка 1,1 и тут порядка, там, 0,05. Да, пожалуй, b вылазит за пределы 2 сигн даже. Не повезло. Ну ладно. Не повезло, так не повезло. Значение функции, как я уже говорил, это хи квадрат в точке минимума. Можно нарисовать... Можно нарисовать вот эту вот штуку, которая показывает нам корреляцию в ошибках параметров а и б. b, она, опять же, довольно сильная и отрицательная. Но если задуматься, то понятно, почему она отрицательная. Потому что... Потому что... Реально серединка всех этих данных находится в точке х равно 0,5. Если мы немножко неправильно определили наклон и немножко неправильно определили высоту, то высота в нуле, которая есть параметр b, будет антикоррелирована с наклоном. В общем, это можно качественно понять. Я сейчас не хочу вдаваться в детали. Но видно, что действительно есть довольно заметная корреляция ошибок этих а и б. Можно посмотреть, опять же, контуры. Но вот эту большую кучу чисел я смотреть не хочу. Я хочу смотреть на картинку. Картинка вот она. Вот это уровень 1 сигма, 2 сигма и 3 сигма. Ладно. Да, вот что я и говорил. Истинное значение бета равно 0. А мы получили, что оно едва-едва в 3 сигма влезло. Как-то нам не повезло. Но можно на самом деле повторить, еще раз генерировать случайные числа. Будет по-другому. Ладно. И можно, наконец, построить красивую картинку, на которой нарисовать все сразу. Значит, вот здесь вот я при помощи RRBar рисую экспериментальные точки. Абсциссы у них в массиве Х, ординаты в массиве У, ошибки в массиве ДУ. И они будут красные окружочки. Вот они, красные окружочки, экспериментальные точки. Теперь, вот этот плод, вот этот синенький, синенький, вот этот, сплошная синенькая линия, это результат нашего фида. То есть здесь мы вызвали вот эту фитирующую кривую с значением А из результатов минуита, значением Б из результатов минуита. То есть вот эта синяя точка, синяя сплошная прямая проведена по экспериментальным точкам, чтобы минимизировать Х квадрат. А зеленая пунктирная, она как раз соответствует, ну, исходной истинной кривой, вокруг которой мы разбрасывали случайным образом эти результаты измерения. Ну, видно, что они не идеально согласуются. Ну, в принципе, я говорю, можно еще раз сгенерировать, повторить. Ладно. Ну, значит, здесь на самом деле тоже не надо было использовать минуит. Это большой-большой перебор. То есть во всех случаях, когда вы хотите приблизить набор экспериментальных точек, линейной комбинацией каких-то фиксированных функций с вашими параметрами, то есть вот эта фитирующая кривая есть линейная функция всех параметров. Тогда задача... Ну, тогда Х квадрат будет квадратичной формы от этих параметров. А минимизация квадратичной формы – это решение системы линейных уравнений. А матрица корреляции ошибок – это обратная матрица из этой системы линейных уравнений. Поэтому вот если ваша фитирующая кривая есть просто линейная комбинация с неизвестными коэффициентами, так и надо и делать. Надо посчитать матрицу, посчитать вектор правых частей, обратить матрицу, умножить на вектор правых частей. И всё это будет гораздо точнее и надёжнее, чем инструмент общего назначения. Но достоинство Минуита состоит в том, что он может работать с фитирующими кривыми, которые зависят от параметров совершенно нелинейным образом. Тогда уже как искать минимум? Ну, вот просто так как-то численно искать минимум – непонятно. Ну и вот пример, который как бы вообще немножко ближе к реальной жизни. Будем считать, что у нас есть какой-то резонанс. Будем считать, что фона нет. Но вообще говоря, ещё, конечно, стоило бы третий параметр сюда включить, высоту этого резонанса. Ну, я уж не стал включить. Я написал резонанс Бритвегнеровской формы в точке х0 с шириной гамма. В числителе ничего не писал, единицу оставил. Допустим, истинный резонанс – это когда центральная точка у него 0, ширина единица. А дальше мы точно так же разбрасываем экспериментальные точки от минус 3 до 3, то есть от минус утройной ширины резонанса до плюс утройной ширины резонанса. Вот их тут 21 точка, а шубки у всех точек 0,1. Вот я, значит, сгенерировал такие псевдоэкспериментальные данные. Ну, а дальше пишу х квадрат, которая, в общем, фактически та же самая функция, но только я её предпочёл уж переписать заново, просто потому что здесь параметры по-другому называются. Они называются х0 и гамма. Это центр резонанса и ширина брейт-вегнеровской кривой. Фактически это та же самая функция. Отклонение экспериментального у от фитирующего, делённое на ошибку у в квадрате и сумму по всем точкам. Теперь, значит, я хочу создать объект, чтобы этот х квадрат минимизировать. Теперь я его минимизирую. И видно, что, опять же, в зависимости от гаммы, тут, ого-го, какая хитрая, да и от х0, в общем-то, тоже. То есть она далеко не непростая зависимость. У вот этого х квадрата от параметров х0 и гамма. Очень непростая зависимость. Но Минуэй, тем не менее, мгновенно минимизировал численно эту функцию и сказал, что х0, истинное, должно было бы быть нулём, а гамма должно было бы быть единицей. Но очень неплохо эти экспериментальные данные воспроизвели положение пика и ширину. Значение х квадрата получилось 10. Но это просто лучше, чем можно было ожидать. Это же 21 точка. 21 точка, ну и минус 2 параметра. Могло бы быть 19, так по-сермяжному. Ну вот. Ошибки в положении максимума резонанса 0,02, в ширине 0,05, ну 0,06, скажем так. Так, матрица корреляции этих ошибок вот такая. А разноцветная криволька, вот она, разноцветная картинка, вот какая-то такая. То есть видно, что в данном случае, во-первых, ошибки несимметричные. Так, то есть Минуит их действительно ищут как контуры постоянного х квадрата. Вот есть х квадрат в точке истинного минимума. Одна сигма – это где х квадрат стал на единичку больше, две сигмы – это где он стал на двойку больше, там и так далее. Это уже не такие симметричные относительно центра эллипсы, как были в случае квадратичной формы. Они какие-то немножко перекошенные. Но с другой стороны видно, что ошибки в положении резонанса и в ширине не очень сильно скоррелированы друг с другом. Нет такой какой-то сильно вытянутой, узкой и длинной фигуры. Но то же самое можно вот из этих самых контуров увидеть. Это фактически та же картинка, только в другом виде. Ну и, наконец, опять же построим окончательный график, который, если бы это был эксперимент по ромезонному пику, можно было бы вставлять куда-нибудь в статью. То есть вот эти красные с усами – это экспериментальные точки. Синий Брейт-Вигнер – это наилучший фит по этим точкам, который ничего не знает про истинные. А истинная кривая, ее почти не видно, она вот с зелененьким пунктиром. Истинная кривая очень мало отличается от результата фита. Ну вот, значит, это был кусочек, так сказать, по заявкам на тему того, как же можно фитировать экспериментальные данные. Если больше двух параметров, то просто уже немножко сложно рисовать какие-то контуры постоянного хи-квадрата. Они уже будут там какими-то поверхностями в трехмерном пространстве. Это уже немножко сложно. Теперь я сейчас перейду к другой совсем теме, они не связаны никак. Эй, не то хотел сделать. Мне надо вот сюда. Отдельная тема, которую я, в общем-то, к сожалению, не успел за вчерашний день приготовить до победного конца. Но, тем не менее, какой-то довольно заметный кусок от этой темы я сейчас изложу. Вот, значит, есть такая, на самом деле, мощная система под названием СИТОН, которая позволяет использовать как бы лучшее из двух миров – из ПИТОНа и из СИ. Причем использовать несколькими способами сразу. Во-первых, можно просто писать, ну, грубо говоря, СИШная программа на ПИТОНе. Программа, имеющая практически тоже быстродействие, что СИШная, написанная на языке, который… Ну, на языке СИТОН, который выглядит почти как ПИТОН, но с добавлением деклараций, типов перемест. Это одна вещь. Просто увеличить быстродействие… Ну, в каком случае, во сколько раз быстродействие увеличится, это как повезет. Бывают разные там случаи. Но, в принципе, бывают случаи, когда его удается увеличить, скажем, там, в 10 раз, если повезло. Если не повезло, в 2 раза. Как получится. Во-вторых, второе использование СИТОНа – это, допустим, у вас есть уже СИШная библиотека, ну, или там какой-то СИШный просто файл, в котором есть несколько полезных функций. Вы его хотите, эти функции или функции из библиотеки, вызывать из ПИТОНа. Можно написать обёртку. Ну, поскольку программа на СИТОНе, она транслируется на уровне СОРСов в СИ, ясно, что из СИТОНа вызывать СИШные функции должно быть очень просто. И так оно и есть. То есть можно вызывать СИШные функции и написать для них такую обёртку, которую можно вызывать из ПИТОНа. Но тут, опять же, не надо путать СИТОН с некоторыми другими инструментами, которые тоже довольно широко применяются. СИТОН не позволяет, он этим не занимается, он не делает такой вещью, чтобы прочитать просто .h файл от СИШной библиотеки и автоматически сгенерировать из него некую обёртку, которую можно вызывать из ПИТОНа. Для этого используется ряд других инструментов, их там довольно много. СВИГ наиболее старый пример. Они все пытаются, именно прочитавши хидерфайл, сгенерировать обёртку, которую можно вызывать из ПИТОНа. Ну, в случае с ВИГа, они только из ПИТОНа, там, из ТСИЛа, ещё откуда-то. В общем, он поддерживает кучу вот этих языков. На самом деле, все вот эти автоматизированные инструменты, они всё равно не стопроцентно автоматизированные, потому что, что реально содержится в хидерфайле, это скорее предмет традиции, чем что-то жёстко зафиксированное в каких-то стандартах. Я могу просто взять ножницы и порезать свой СИШный файл на какие-то произвольные дурацкие фрагменты, и потом одни из них включать в другие команды include. Это будет очень по-дурацки. Нормальные люди хидерфайлов так не пишут. Но что именно считать нормальным в хидерфайле, это зависит от традиций. И, например, C++-ные программы, использующие кути, имеют очень специфические хидерфайлы, в которых фигурируют там всякие кути-специфические вещи. И программа общего назначения типа SWIG решительно не поймёт кутишный хидерфайл. Для этого есть специальный способ автоматизирования импорта кути в Python. Другой. Ладно. Так вот, значит, ситуация этим не заморачивается. Предполагается, что хидерфайл небезумно длинный, и, глядя на него, обёртку на эсетоне можно написать вручную. Если хидерфайл занимает 100 кб, то это будет очень муторно. А если в хидерфайле 100 строчек, то, в общем, это можно сделать. Вот. Так вот, значит, сейчас я покажу несколько примеров использования эсетона. Значит, опять же, поскольку я сейчас сижу в эпитоновском ноутбуке, то мне удобно использовать специфические средства эпитона. Чем удобен, в частности, этот самый ноутбук? Тем, что в нём все сорсы, в общем-то, можно редактировать тут же на месте. Не надо запускать редактор, редактировать какой-то сурс, сохранять, потом как-то его там транслировать, например, с языка сетонной из XC, потом его компилировать и так далее. Можно всё делать, не вылазя из вот этого самого ноутбука. Прямо в... А, сейчас. Наверное, лучше... Блин. Какой-то он делся. Лучше я... Уберу все выводы, которые я вчера дома делала. Будем делать в этом смысле с нуля. Вот, значит, для того, чтобы использовать вот эту специальную магическую команду в эпитоне, она не входит в основной комплект. Её надо отдельно загрузить. То есть вот это load.ext загружает дополнительную эпитоновскую команду. Всё, что с процентика начинается, съедает эпитон как таково. Это его какие-то... Это называется магические команды. Ну и вот я загрузил расширение, которое есть магическая команда Ситу. Ну вот даже чтобы посмотреть, как там дела обстоят с быстродействием, я вот написал функцию, которая считает энное число Фибоначчи. Мы её, в общем-то, довольно подробно разбирали где-то там на первой лекции. Вот, скажем, 90-е число Фибоначчи. Почему 90-е? Потому что мне сейчас будет удобно работать с числами, которые влазят в сишный лонг. Вот сотое число Фибоначчи в сишный лонг уже не влазит. А вот 90-е вот такое ещё влазит. Я не искал, честно говоря, докуда они влазят, до 95 или там докуда. Но экспериментальный факт состоит в том, что 90-е можно посчитать в лонгах. Ну вот. И можно померить быстродействие. Для этого существует магическая команда, которая с процентика начинается, тайм-ит, которая вызывает вот нечто, например, Фибоначчи много раз. И говорит, что получилось 7 микросекунд на одно вычисление вот этого числа Фибоначчи. Ладно. Теперь на ситоне можно написать эту функцию просто в точности так же. Вообще не меняя ни одной буквки. Что означает, что... Ну вот здесь стоит вот эта директива ситон. С двумя процентиками это означает, что она не однострочная, а многострочная. То есть я тут могу много строк на ситоне писать. И вот когда я сейчас нажал shift enter вот только что, то автоматически проделалась вся эта нужная последовательность действий. То есть вызвался ситон, который... А, во-первых, вот эта штука сохранялась во временный файл. Во-вторых, вызвался ситон, который этот временный файл оттранслировал в C-файл. В-третьих, вызвался GCC, чтобы скомпилировать этот C-файл. А, и в-четвертых, результат импортировался сюда. Поэтому теперь я могу вот этот вот DINFib просто спокойно вызывать, получить тот же самый результат. Но в данном случае я не описывал нигде никаких типов. Что означает, что все переменные, и вот этот параметр N, и вот эти вот A и B, и вот эта I, которая здесь стоит, это питонские объекты. Питонский объект с точки зрения языка C – это некий указатель на что-то. Что-то там внутри сидит какой-то черный ящик. И если я хочу написать здесь A плюс B, то опять же вызывается функция, которая разбирается, какого же именно типа эти питонские объекты, видит, что они целые числа, и тогда только делает сложение целых чисел. Они могли бы быть не целыми числами, а вообще какими-нибудь, бог знает, элементами каких-нибудь хитрых классов. Вот. Поэтому этот вариант с динамической типизацией, когда типы не заданы, они могут быть любые в рантайме, он фактически никаких достоинств по сравнению с написанием на чистом питоне не даёт. И действительно мы видим, что если на питоне мы имели 7 микросекунд, здесь мы имеем 5 микросекунд. Имеем некий маленький выигрыш по времени от того, что мы вот всё вот это оттранслировали в сишные сорсы, откомпилировали. Но всё, все разбирательства с типами переменных тут остались. То есть, чтобы получить реальный выигрыш при использовании ситона, нужно описание вставлять. Описание, которое как раз отличает язык ситона от языка питона. Вот такой уже хороший оптимизированный вариант, в котором я, во-первых, вот здесь вот написал, что параметры описываются прямо здесь же, внутри вот этих скубочек. Я написал, что N есть лунг. Буквально сишный тип лунг. И есть такая вещь, как Сидев, которая вот сюда позволяет переписать практически в точности сишное описание переменов. В данном случае я хочу, чтобы и А, и Б имели тип лунг. Тип инт питонский. Он хитрый. Если результат какой-нибудь операции превышает максимальное число, которое влазит в лунг, то он автоматически превращается в число неограниченной длины. Вот эта программа такая вот, она не сможет работать. То есть вот если я на ней захочу посчитать сотое число Фибоначчи, я получу целое переполнение. В питоне я не получу целое переполнение, он просто плавно переползет с машинных операций над целыми числами на софтверное, с целыми числами неограниченной длины. Станет работать помедленнее, но все равно будет работать правильно. А вот если я хочу скорость, то я вот здесь понаписал вот эти описания сишных типов. Результат, естественно, от этого не изменился. Если я скажу таймид, то я получу 600 нан на один вызов. Но, впрочем, он меня предупреждает, что самый медленный вызов в 5 раз медленнее самого быстрого. Я, честно говоря, не знаю, почему. Не могу объяснить. Но 600 нан по сравнению с 7 микросекундами это уже порядок. То есть, действительно, как и обещалось, использование ситонов в хороших случаях, если задать типы всех переменных, грубо говоря, на порядок позволяет ускорить функции по сравнению с чистым питоном. Почему вы не определяете, кто возвращает функцию? Почему я не определяю? Так, это хороший вопрос. Я могу определить, что возвращает функция. Я сейчас покажу такой пример. А, ладно, давайте я прямо сейчас в следующем примере это и покажу. Значит, я могу определить, и что возвращает функция. Но тогда я функцию должен определять при помощи не div, а c div. То есть, вот здесь я ищу и... То есть, все остальное я написал точно так же, как было, только добавил, что результат этой функции есть лунг. Но в результате того, что я описал функцию как c div, эту функцию я могу вызывать только из ситона. Ну, или из си. Я не могу вот этот сифиб вызвать из питона, потому что, когда я что-то вызываю из питона, то интерпретатор питона ожидает, что эта функция возвращает указатель на питонский объект. Она вместо этого возвращает лунг, сижный. Поэтому это невозможно. Поэтому для любой вот такой функции надо написать еще и обертку тут же на ситоне. В обертке я могу вызвать эту функцию сидевную. А поскольку вот эта функция обычная div-функция, да, вот такие типы, которые образуют хорошие опары, питонский int и сишный long, или питонский float и сишный double, или питонский str, строка, и сишный… А, нет, вот тут я вру. Не стр, а байтс. Байтс. Str – это уникодная строка, с ней отдельная песня. А вот байтс питонский – это в точности сишный указатель на чар, чар-звездочка. Ситоны их автоматически преобразуют друг в дружку. Поэтому вот эта обертка, раппер, которая есть div-функция, которую можно вызывать из питона, она принимает long из вот этой сишной, ну, практически сишной функции. Сишная функция, написанная в питонском синтаксе. Все очень приятно выглядит. Вот. И преобразует его в питонский объект, и поэтому ее можно вполне вызывать из питона. Ну, результат, естественно, тот же. Время выполнения, ну, практически то же самое. Те же самые шестсотна. Вот, чтобы не писать отдельно сидев и дев, которые есть обертка вокруг сидев-функции, поскольку такая пара встречается очень часто, есть еще специальный тип сипидев, то есть ситонско-питонский дев, или сишно-питонский, скорее. И сишная функция получается, и питонская. Это просто позволяет, ну, это то же самое, что в прошлый раз, только вот эта обертка имеет то же самое имя, CP-фиб. И если я этот CP-фиб вызываю ситона, то вызывается сишный вариант этой функции. Если я вызываю с питона, то вызывается питонский вариант этой функции. То есть это как бы сразу определяет две функции. Ну вот, значит, результат по-прежнему тот же. Время тоже, я думаю, по-прежнему то же самое. Те же самые шестсотно. Ладно. Теперь это было по части ускорения выполнения питонской программы, так сказать, как таковой. А вот второе использование ситона для написания интерфейсов к сишным функциям. Вот оно иллюстрируется здесь. Все на том же несчастном примере. Пример, в общем-то, уж больно тривиальный, но лучше на одном и том же показывать. Вот, допустим, у меня я написал реализацию чисел Фибоначчи на чистом C. Вот у меня есть файл cfib.c. Вот я его просто взял и распечатал. Опять же, такая специфическая магическая команда и питона состоит в том, что строка, начинающаяся с восклицательного знака, интерпретируется как то, что ее надо шелу послать и выполнить. То есть я могу любую шелу команду написать. Вот я написал команду cut. То есть вот есть тот же самый алгоритм в точности реализован на C. Ну и отдельно есть cfib h, который описывает интерфейс. Вот есть функция cfib, у нее есть параметр long, она возвращает long. Поэтому если я хочу вызывать вот эту функцию из C-шной программы, я напишу include cfib h, и потом буду вызывать cfib от m. Но я хочу не... А, ну да, нет, ну, откомпилировать, я тем не менее ее хочу. Я хочу сейчас откомпилировать вот этот файл cfib.c. Вот я это и делаю. Прямо не выходя из все того же самого и питона, я вызвал уже cc. И, поскольку я потом это буду в библиотеку собирать, я его скомпилировал с ключиком position independent code, оно вот и скомпилировалось. То есть получился cfib.o там где-то в той же директории, где я сейчас сижу. А вот теперь, как я говорил, CITON не позволяет просто прочитавшим вот этот хидер файл сгенерировать обертку. Он говорит, не ленись, пиши вручную. Вот я и написал вручную. Вот я написал некий еврапер вокруг вот этого сишного файла, который состоит из двух кусочков. Кусочек номер раз – это cdf extern. Это описание внешней функции. Описание внешней функции из заголовочного файла cfib.h. И здесь я его практически переписал. То есть процентов на 95 примерно можно просто тупо копировать все, что в хидер файле есть сюда, изничтожать точки с запятой, сделать правильный отступ и все. Но на самом деле есть мелкие исключения, где то, что написано в сишном хидер файле, надо синтаксически преобразовать, чтобы CITON это понял. В данном случае преобразовать не надо. То есть где-то предположительно в файле cfib.h описана функция cfib, которая имеет вот такую сигнатуру. И вот здесь я написал обертку, которую можно вызывать из питона. Поэтому она есть обычная дев-функция. Она возвращает вот этот результат, но с преобразованием типа, об котором CITON позаботится. на самом деле, если посмотреть, что же CITON сгенерирует, какой сишный файл, если ему подсунуть вот этот CITON-ный файл, то будет видно, и это совершенно общий случай, что всё вот это заменилось на одну единственную строчку include cfib.h. То есть здесь могло бы быть написано 100 штук разных функций, какие-нибудь описания, эти самые, type-def, структуры, там был знает что, всё что угодно. То есть этот блок cdf-extern может быть большой и длинный, но в сгенерированной сишной программе он весь исчез. Он преобразовался в единственную строчку include cfib.h, потому что сишной программе больше ничего не надо. Но зато вот все вот эти описания, они же не зря здесь написаны. Здесь, я говорю, их могло бы быть много. В данном случае всего одна функция. Вот эти вот сигнатуры функций, которые я здесь написал, переписавши вручную с header-файла, они нужны, чтобы ситон в остальной части этого файла знал, что это за функция сифиб такая. Что она должна иметь параметр типа long, что она возвращает результат типа long, который, стало быть, надо преобразовать в питонский объект и так далее. Вот. Теперь вот здесь я вручную, совершенно врукопашную проделываю всю цепочку операций, которые нужны, чтобы подготовить всю вот эту обертку вокруг сишной функции для использования из питона. В общем, как правило, этого не надо писать. есть несколько более автоматизированных способов, но сейчас мне тут как раз по отдельным причинам лень объяснять эти автоматизированные способы. Я предпочел сделать вручную, да и один раз, в общем-то, полезно посмотреть. Значит, вот здесь вот я написал многострочный вариант вот этого самого восклицательного знака, то есть это как бы маленький шелл-скрипт, так, который я просто сейчас выполнил весь сходу изнутри и питона. Значит, сначала я вызвал сито с ключиком 3 в честь того, что я с питоном 3 работаю, а эти обертки для питона 2 и питона 3 немножко разные, поэтому для питона 2 здесь ключик 2 был бы нужен. Значит, вот в результате этого из в рабпикс получился в рабси файл. Этот файл в рабси он несомненно включает в себя питон.h, он еще там много всего, то есть он должен компилироваться с всякими сишными флагами, которые позволяют вот компилировать сишная программа, предназначенная для использования в питоне. Чтобы не чесать долго голову, какие же сишные файлы нужны, но я сделал естественно культурно. Существует скриптик питон конфиг, который можно вызвать с параметром минус-минус си флаг, который возвратит просто полный список сишных флагов, нужных чтобы компилировать сишную программу, которая предназначена для использования из питона. Для сборки та же самая вещь. Питон конфиг умеет возвращать правильные флаги для сборщиков. Теперь я просто компилирую вот этот врап-си, который я тут парой строчек выше сгенерировал, теперь я его компилирую. Вот с этими флагами, которые содержат там нужные минус-и большое, нужные там, в общем, все нужные вещи, где искать хидрфайлы питонские и так далее. Я его просто компилирую. Получится врап-точка-о. А теперь я его линкую. Я его линкую с нужными опять же флагами, которые нужны для использования из питона. Я его линкую с флагом «shed», чтобы сделать «su-файл». Импортировать напрямую из питона можно только «su-файл» в библиотеку, а не «o-файл». Значит, в эту библиотеку я засовываю два обжект-файла. Собственно, мой раппер и вот мою сишную программу откомпилированную и делаю из этого библиотеку «rap.so». Ну, а теперь я ее могу импортировать, как будто это просто обычный какой-то питонский модуль. Значит, там была описана функция «fib». Вот она. Вот она. Она на ситоне была. Вот она. Значит, теперь я могу вызывать могу ее протаймировать и получилось еще немножко быстрее, как неудивительно. Там было 600 так, с маленьким «нан», а здесь получилось 500 с хвостиком «нан». То есть все-таки чисто сишная реализация получилась немножко быстрее, чем написанная на ситоне. Ну, я бы сказал, что это уже пренебрежим. Это уже не порядок, это же не двойка. Ну, ладно. Значит, вот как я говорил, такие простые типы данных, как питонский «инт» прямо один к одному соответствует сишному лонгу с точностью до того, что если в сишной или в ситонской программе произойдет целое переполнение, то вам будет плохо от этого. Там питонский флот соответствует даблу, здесь соответствие просто стопроцентное, точность у них в этом смысле одинакова, и автоматически переходить на что-то другое, если нужны там безумно большие или безумно точные оплатывающие числа, питон тоже не будет, он использует обычные double precision. Но это со строками есть аналогичная вещь. А как быть с более хитрыми типами данных, которые есть в C? Ну вот со структурами первый пример. В значит в C я мог бы написать что-то типа того, что структ такая-то в фигурных скобках список ее полей, после фигурных скобок еще имя, еще одно имя. Вот это древний эрудимент C, который позволяет описывать структуры двумя разными способами, без вот этого имени в конце и с этим именем в конце. Значит, если это имя в конце, после закрывающей фигурные скобки присутствуют, то такую структуру использовать удобнее. Вот это имя является прямо именем типа, и поэтому можно описывать переменные как вот это имя типа, а потом имена переменных соответствующие и так далее. Поэтому я сделал здесь ситонский эквивалент вот именно такой сишной конструкции, которая выглядит вот так. Она выглядит как C-type div структ. Здесь я написал какое-то имя этого типа данных. И синтакси здесь близко имитирует питонский. Вместо всяких фигурных скобок используются отступы. Вот я хочу описать свой собственный тип данных для комплексных чисел. В нем есть два поля. Оба double precision. Зовут их re и im. Я мог бы это в одну строчку написать double реза и им. Было бы то же самое. Теперь здесь вот в ситоне пока речь идет именно про использование в ситонской программе как таковой. То есть я хочу писать без использования C. Как я могу использовать этот тип данных? Я могу описывать переменные этого типа. Они описываются естественно при помощи сидев то что это в этом смысле переменные структуры сидев имя этого типа имя переменной я могу тут же инициализировать сходу. Мог бы и не инициализировать пожалуйста хозяин барин но я предпочел тут же инициализировать и инициализировать структуру можно очень просто как имя этой структуры а дальше список всех ее полей. То есть вот здесь я написал комплексное число 1 плюс 2 и вот тут я его напечатаю видно что эти структуры ситон печатает в довольно забавном виде в виде словарей то есть он вот это чисто для печати это не значит что она внутренне представляется в виде словаря внутренне это сижная структура без каких бы то ни было накладных расходов то есть там ровно под два вот эти double precision числа отведена память никаких добавок там нет но вот принт от вот этих структур ситония он их печатает чтобы понятно было в виде словарей это чисто печать так устроена так ну а дальше естественно можно этим полям что-нибудь присваивать вот здесь я взял изменил действительную часть чтобы она вместо единички стала минус единичкой а нет во первых я просто напечатал ре от нее так вот она z.re да то есть доступ к полям структуры обычной через точку поля я могу менять но при этом естественно структура меняется ничего необычного здесь значит отличие от c которая которая я тут как раз не успел проиллюстрировать состоит в том что если я опишу ну скажем в c еще один тип данных как ссылку на вот эту структуру то поля из этой ссылки извлекаются при помощи вот этого самого смешного оператора минус больше который как стрелочка выглядит вот эта ссылка стрелочка имя пуля в ситоне такой синтаксис запрещен ну там как-то путается с обычным использованием минуса и знака больше в общем нельзя использовать эту стрелочку и поэтому как раз вот в порядке некоего исключения в ситоне доступ к полям исходя из ссылки на структуру делается тоже точкой то есть ситон-то знает вот это переменная структура или ссылка на структуру и поэтому если я напишу переменная точка поля то ситон знает как это интерпретировать но такого примера я здесь не не включил но еще вот здесь совсем уж маленький примерчик на то как можно зайти так сказать в опасную область но на си очень легко писать опасная программа которая иногда могут вызывать там всякие нехорошие вещи типа сикфолтов на ситоне их тоже можно писать хотя лучше не надо допустим я хочу получить адрес питонского объекта в виде лонга ну то есть я предполагаю что длина адреса и длина лонга одинаковы у меня здесь 64-битная система поэтому это правильное предположение кстати на 32-битной вот это могло бы и не сработать но здесь это работает здесь я описал вот такую вот функцию в которой я преобразование питонского объекта в лонг сделал в два шага во первых я описал переменную b которая есть просто адрес а не типизированный адрес вот звездочка так а это конечно какой-то адрес это реально адрес питонской структуры похоже знает какой-то неведомо какой структуры так но в данном случае мне его надо насильственно преобразовать в нетипизированный адрес для этого служат вот эти самые как это называется каст кто не знает как каст перевести на русский язык я не знаю вот то есть для них используется вот такой синтаксис который появился в c++ ну по-моему сейчас c тоже разрешен в достаточно недавних версиях когда тип куда мы хотим преобразовать пишется вот в этих угловых скобочках то здесь я преобразовал его в войд звездочка а потом я еще этот переменную b преобразовал в лонг присвоил переменной c и и возвратил сейчас я прошу прощения я чтобы этот объект фиб был действительно питонский я еще раз перезапущу вот это написание вот сейчас фиб это есть питонский объект питонский объект в данном случае это функция питонская спрашивается по какому адресу этот питонский объект живет а вот по вот такому адресу вот пожалуйста в десятичном виде написан какой-то большой хитрый адрес на самом деле я мог бы и не извращаться в питоне существует функция id которая делает то же самое возвращает адрес любого питонского объекта в виде целого числа это функция id но иногда ее можно использовать для того чтобы сравнить являются два две разные переменные одним и тем же объектом или нет впрочем лучше для этого использовать просто чисто питонскую конструкцию id которая делает то же самое но может это еще когда-то а еще этот id может использоваться в хэш-функциях если мы хотим что-нибудь свою хэш-функцию писать то разумно начинать с адреса объекта то есть вот эта функция id она такая ну в этом смысле очень низкоуровневая если я все это запущу еще раз то скорее всего этот адрес будет другой так ведь если я второй раз запущу ту же программу она уже будет где-то в другой области памяти лежать адреса все будут другие но в пределах данного выполнения адрес питонского объекта пока этот питонский объект жив будет один и тот же сохраняется ну ладно вот значит я к сожалению не докончил вчера честно говоря вчера целый день практически изучал этот самый ситон и писал вот все вот это то есть поэтому следующая лекция будет последняя вначале я докончу вот насчет ситона как делать обертки вокруг менее тривиальных сишных библиотек как раз таких которые содержат ну как минимум структура структуру и всякие такие указатели такие были хитрые типы данных сишные а потом еще ну еще там что-нибудь посмотрим еще будет парочка небольших тем и вот значит следующий понедельник будем считать что будет последняя лекция все на этом ситона сачал петонскую функцию поездка подчеркнули поездка поездки Продолжение следует...